Сегодня 15 мая, день рождения у Михаила Афанасьевича Булгакова. Он родился в 1891 году в конце 19 века. Сам он говорил, что попал не в то время. Вот попади я сто лет назад или родившись через сто лет, вот тогда было бы ему лучше. Условия в мире, в стране, в нашем государстве были тяжёлыми. Крушение власти, революция, гражданская война, Первая мировая война. Всем было очень сложно, безусловно. Это было страшное время. Но кто-то из писателей Серебряного века пристроился, кто-то смог договориться в кавычках с властью. Вот Михаил Афанасьевич, он хотел полнейшей свободы, хотел писать о том, что его беспокоит. Он просто хотел писать о трагедии людей, долга и чести в моменты общественных катаклизмов и о том, что самое ценное на свете не идеи, а жизнь. Очень сложный творческий был путь у Булгакова из-за политической ситуации, из-за условий времени, из-за болезней, из-за обыски, запреты. Бесконечно то разрешали, то запрещали, то разрешали, то запрещали и отбирали, и снимали со сцены все его пьесы. Литература теперь трудное дело. Мне, с моими взглядами, трудно печататься и жить. Но здорово и удивительно то, что он остался жив при таких условиях и умер от болезни, хоть и рано, но успел сделать многое и написал свой главный роман. Михаил Афанасьевич схож с моим предыдущим героем Чайковский по меньшей мере в трех вещах. Первое – это детство. Михаил Афанасьевич рос также в большой дружной семье. Помимо него он был старшим сыном, помимо него еще было шестеро детей. Любящие, заботливые родители, интеллигентные. Они заботились о том, чтобы у детей было хорошее образование. Они прививали им интеллектуальные интересы. Они были веселые, жизнерадостные. Они интересовались и прививали интересы к опере, к драматургии. У Булгакова был интерес к медицине с юных лет, к естественным наукам, к иностранным языкам. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже, конечно, очень способствовала нашему развитию. Она не повлияла на нас плохо. Второе сходство. То, что самое главное дело жизни, поначалу оба моих героя считали увлечением. И занимались им как хобби. Чайковский – музыкой, а Булгаков – литературой. Он готовился к тому, чтобы стать врачом, но и стал им. После гимназии он учился и окончил с отличием Киевский государственный университет. И начал писать он гораздо позже и считать литературу своим основным занятием позже. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но видит Бог – одна только любовь к литературе и была причиной этого. Третье, что объединяет моих героев – это трудолюбие. Трудолюбие – работоспособность как врожденное качество характера, так и привитое. Мама Михаила Афанасьевича следила за тем, чтобы у детей не было ни одной праздной минуты. Всегда и всем находила работу. Отец семерых детей очень много работал. Он был профессором Киевской семинарии. И мать приводила отца в пример детям, всегда отмечая его трудолюбие и усидчивость. Доктор Булгаков, когда писал анкету, когда он работал врачом, сообщил, что принял за год более 15 тысяч пациентов. Получается, если посчитать, что это более 40 пациентов в день. А потом он писал по ночам. И до конца жизни он очень много работал. Когда не хватало денег, когда они голодались со своей женой, он целыми днями бегал, чтобы найти себе работу. И по ночам, по вечерам писал. И до последних минут, в конце жизни уже, когда потерял зрение, продолжал надиктовывать. Страстно работал. Что касается характера и психологии, и личности Михаила Афанасьевича. Я набрала из воспоминаний разных людей, современников, следующие характеристики. Прямолинейный, остроумный, очень умный, скромный, застенчивый, необыкновенно предупредительно вежливый, впечатлительный, ранимый, артистичный, сильный, нравственный, вдумчивый мыслитель-философ, поразительно талантливый, принципиальный, имеющий неприятие, пошлости и лицемерия, испытывавший всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты, обывательщины, дикости и фальши, обладал воплощенной совестью, неподкупной честью, непрощающей обмана и предательства, честолюбивый, честный, внутренне честный, подтверждает цитата. Но одно могу сказать, с чистым сердцем перед самим собой и так далее. И жизнерадостный, жизнелюбивый, безумно любил жизнь. И его последняя жена Елена Сергеевна говорила, что он понимал, что он умирает и говорил, ведь это не стыдно, что я очень хочу жить. Пусть я потерял зрение, пусть я буду незрячей, но я бы хотел жить даже слепым. Вот еще одна, получается, черта, которая объединяет Чайковского и Булгакова, нервность. Как он сам про себя знал и писал, что у него нейростиния. Близкие это знали, и даже не самые близкие, и те отмечали его нервность. Она была у него, конечно, и из-за темперамента, и из-за тяжелой жизни и условий тяжелого времени, чувствует себя затравленным волком. Несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, присяду. У меня в связи с болезнью тяжелое нервное расстройство, и такие вещи выводят меня из себя. Есть неуместная раздражительность, все из-за проклятого живота и нервов. Доведенный до нервного расстройства, я хвораю тяжелой формой, не растения с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен. Потом нервное истощение, кроме общей ослабленности и обострения его болезни почек, привело его к сильным головным болям. Елена Сергеевна пишет. «У Михаила Афанасьевича плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночество. Думает, не обратиться ли к гипнозу». И в 1934 году, на самом деле, отмечается в записях Елены Сергеевны, что они обращались к врачу Бергу, который применял данный метод гипноза, который в советской медицине была распространена и популярна. И Булгаков отметил улучшение. «Вы сделали так, что проклятый страх не мучит меня. Он далек и глух». Страхи преследовали Михаила Афанасьевича за будущее. Он боялся своего нездоровья, одиночества, пространства. «Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, если б не здоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее. Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы болезнь и слабость. Боюсь, что слепая болезнь прервет мою работу». И особой линией идет страх смерти, как и Чайковского Булгакова преследует страх смерти с детства. Он видел, как тяжело и долго в течение года умирает у Михаила Афанасьевича его отец. В течение года наблюдал муки и нежелания жизнерадостного человека умирать. Позже он боялся, что будет умирать так же и от такой же болезни, и его предчувствие сбылось. «Как всякому смертному мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть». Как писатель и философ Михаил Афанасьевич не верил, что смерть есть конец, мне мерещится иногда, что смерть – продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит. Но как это происходит? Когда он служил врачом на передовой линии, он участвовал в Брусиловском прорыве, был контужен. Уже тогда появились нервные движения, подтверждающие как бы его нервности и взрывной характер. И эти движения беспокоили его. Но и после пережитых жизненных неурядиц нервное истощение его привело к тику, которую отмечала его вторая жена. Именно с тех пор начало подергиваться слегка левое плечо. Как он сам их называл, болезненные орликинские жесты. Хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой. Я так страшно дергаюсь. Поскольку Михаилу Афанасьевичу приходилось преодолевать множество препятствий, у него накапливалась сильная усталость. Часто он пишет о ней в дневнике и в письмах. И пишет матери, например. Сейчас бы многое отдал за то, чтобы оказаться вновь у вас два дня ни о чем не думать, попивая чай с французскими булками. Во мне есть замыслы, но физических сил нет. Злобы я не имею, но я очень устал. Тоска, хандра также не позволяли оставаться ему до конца нервно здоровым. Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате, гнусного дома, предаюсь печальным и завистливым мыслям. Весь я разбит. По первому аркану Михаил Афанасьевич Дьявол. Увидев, что у Булгакова этот показатель, я обрадовалась и потерла в ладоши. Но что может быть легче для анализа, чем встретить этот аркан, как говорят, у мистического человека, и писателя, величайшего мистификатора, окутанного тайнами и легендами, которого так и называли люди, и даже побаивались его, который рисовал Мефистофеля и держал его портрет у себя над рабочим столом, который написал роман о дьяволе мастера Маргарита и повесть, которая так и называется «Дьяволиада», у которого были на самом деле мистические случаи и истории. Существует такое высказывание о том, что талант Булгакова дан дьяволам. Сам Булгаков вполне осознавал демоническое начало в своем творчестве. Аркан дьявола и нумерологическая 15 могут говорить о том, что у человека могут быть зависимости разного рода. Как известно, что Булгаков полтора года в юности, когда он служил врачом, был в зависимости от морфия, но я бы не стала так неделикатно выражаться и называть Михаила Афанасьевича наркоманом. Пусть было, как было, самое главное для нас, что он остается великим писателем и что мы будем помнить его вечно. Первую дозу морфия он поставил, когда служил врачом и заразился дифтерией. Поставили ему антидифтерийный препарат, на который у него возникла аллергия. Он покрылся зудом, страшные у него были боли. И для того, чтобы стерпеть это, вынести, ему поставили морфий. Быстро привык, и в это время его спасла его первая жена, которая добавляла потом в дозу дистиллированную воду. И таким образом он справился со своей зависимостью. Как бы страшно не назывался этот аркан дьявол и не называли Михаила Афанасьевича самого таким названием, мне кажется, что верил в Бога и писал он так. Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ. Нездоровье может помешать мне работать. Вот почему я боюсь его. Вот почему я надеюсь на Бога. Там Давид, который все время распевает псалмы и навел меня на мысль о Боге. Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Хоть он сам здесь и говорит, что он не смелый и не сильный, по второму аркану Михаил Афанасьевич – сила. Отмечали необычайную жизненную силу Михаила Афанасьевича, бурлящую в нем и бесстрашие. Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть. У него была какая-то стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть. Никогда. Он всегда пытался найти выход. Поставив перед собой большие задачи, шел к этому очень твердыми шагами. Я лично не видел его ни озлобившимся, ни замкнувшимся в себе, ни внутренне сдавшимся. Наоборот, в нем сила чувствовалась. Также по этому аркану он был уверен, уверен в себе и уверен в своем литературном таланте. «Я могу правдиво сказать литературное слово. У меня бывают взрывы уверенности и силы, и сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее, как писатель всех, кого я не знаю. В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо». Еще аркану силы соответствует то, что Михаил Афанасьевич рядом с собой хотел иметь сильную женщину. У него было три жены. И первую свою Татьяну, которая, кстати, и показала наибольшую силу, но он ее упрекал в том, что когда он болел, и она не увезла его в эмиграцию, он ее в этом упрекал и сказал, «Ты слабая женщина, не могла увезти меня за моей армией». По нумерологии, кроме того, что число дня рождения у Михаила Афанасьевича 15, а число жизненного пути – 3. По нумерологии, второе число его – тройка. Он был очень энергичный, что соответствует этому значению. Обладал обаятельным, сверкающим юмором и шутил до самой смерти. Он был мастер рассказа. Тройки, они все очень умеют красиво говорить, привлекать своим разговором, своей речью. И всегда вокруг Михаила Афанасьевича начинались разговоры, споры, и его заставляли рассказывать, потому что слушать можно было его без конца, как отмечают те, кто с ним общался, виделся, кто знал его, кто с ним работал. С ним даже тяжело больным было интересно разговаривать, как редко бывает с кем. Он обладал также актерским талантом, как все троечки. Новеллы, которые он сочинял, при этом блестяще показывал их как актер. И театральный критик отмечает, он не только потенциально, но фактически был великолепным актером. Также его сестра отметила, что никто об этом не знал, но он очень любил детей. У него была необыкновенная любовь к детям. Рассказывала сестра, как ходили дети бегали за ним по пятам, так как он умел играть с ними и привязывал их к себе занимательными рассказами. Всегда жизнерадостный, легкий на подъем, всегда подобранный, с немного подпрыгивающей походкой, остроумный, очень легко идущий на всякие шутки, на всякие острые словца. И казалось, что этого человека ничем нельзя огорчить. Это все о тройке. Женщины и любовь в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Трижды Михаил Афанасьевич был страстно влюблен и трижды же раз был женат. В юности ему еще цыганка нагадала, что он будет три раза женат. И первая жена, говорит, будет у тебя от Бога, вторая от людей, третья от дьявола. Так и случилось. Все три женщины не смотрели на его бедное положение. Каждую он не мог удовлетворить в материальном отношении, но ни одна из них не боялась. Каждая рисковала, голодали, страдали, переживали лишения, но сильно помогали, очень поддерживали и спасали. Уважали в нем этот внутренний стержень, силу, талант. Одним словом, любили по-настоящему. Елена Сергеевна, последняя жена Михаила Афанасьевича, говорила, что они встретились, и это была любовь быстрая и на всю жизнь, по крайней мере, у меня. Елена Сергеевна считала, что он гениален и что он необыкновенная личность. Она любила его очень сильно, волновалась, верила в него, оберегала его, боготворила. Бесстрашно и дипломатично, наступательно и осторожно продвигала она его сочинение в печать и потом добилась публикации. Свято берегла его архив. Известно, что при жизни Михаил Афанасьевич был известен лишь как драматург и то автор двух самых известных пьес «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира». После его смерти уже Елена Сергеевна добилась того, чтобы его имя стало известным, всемирно известным, и его имя никогда не забыли. «Я делаю всё, чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им, чтобы не осталась неизвестна его необыкновенная личность. Это цель, смысл моей жизни». По нумерологическому тесту брак и союз Михаила Афанасьевича с Еленой Сергеевной был судьбовой. Это значит, что их свела судьба. И такие союзы очень крепкие. И вероятнее всего, если бы Михаил Афанасьевич прожил более долгую жизнь, а умер он в 49 лет, их бы брак продлился до конца. Словно какая-то сила бросила её к нему. Она оставила всё. Брак любящего мужа, благополучную свою жизнь. То ли сам дьявол вмешался, то ли Бог, то ли судьба. Для того, чтобы он завершил своё главное дело жизни, чтобы она спасла все его труды и показала их миру в будущем. Чтобы его имя было известным и незабываемым. Денежный вопрос в жизни Михаила Афанасьевича. Нумерологической 15 и Аркану дьяволу нужны деньги. Для них материальное обеспечение имеет очень важную роль. Но Булгаков жил в тяжёлое время, и проблемы с деньгами у него начались рано. Как только он вступил во взрослую жизнь, он в 22 года женился. И, как вспоминала его первая жена Татьяна, не было денег даже на фату и платье. Потом, когда они переехали со своей первой женой в Москву, это был 21 год, там была страшно голодная, холодная жизнь, послевоенная. Они голодали. Михаил Афанасьевич брался за любую работу. Они занимали деньги. Они не могли купить себе одежду. Как Михаил Афанасьевич говорит, бешеная дороговизна. Деньги были ужасно дорогие. Пока он вёл дневник, он аккуратно заносил туда курсы рубля и писал о бешеных миллионах, тысячах и даже миллиардах. Пришлось занять миллиард у Толстого. Подобные жалобы часто встречаются в дневнике писателя. Денег мало. Живу, как всегда, выше моих скромных средств. У меня как раз безденежный период. И позже уже, когда он встретил свою третью жену, в доме также не было ни гроша, на пороге нищеты, работы не было, все пьесы его были сняты со всех сцен, его запрещали. Спектакли отменяют. Условий, нужных для выполнения работы, нет никаких. Но Михаил Афанасьевич признавался, что никогда не жалел денег на развлечения и последние сбережения мог потратить на еду, выпивку или такси. Квартирный вопрос также входит в этот денежный вопрос. Его очень сильно беспокоил. И Елена Сергеевна, третья жена, отмечала, что это единственное, в чем у Михаила Афанасьевича была зависть. Он мог завидовать только тем, у кого есть квартира. Как он сам говорит, пока у меня нет квартиры, и я не человек, а лишь полчеловека. Можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один, отсутствие квартиры. С уважением к Гению, желаю вам найти себя и жить счастливо. До встречи!